Доброе всем время суток. Сегодня я бы хотел поговорить про тему, которая непосредственно связана с месяцем Иллуль и с Емея Дин, с Роша Шана, Емим Нораим, с Йом Кипуром. И эта тема называется «Дшувахель Кит» или «Неполное раскаяние». О чём идёт речь? В идеале человек, если он делал что-то плохое, должен раскаяться. Раскаяние включает в себя некоторые элементы, как говорит Трамбом. Это хорота, это сожаление, скажем так, это ведуй, где можно даже употреблять это как ведуй, я не люблю переводить это как слово исповедь, то есть высказать, что он делал плохого. И исправление, если можно это исправить, особенно между человеком и человеком, это крайне необходимая вещь, исправление ошибки. Кабала, Леотид, не делать это в будущем. Это элементы раскаяния. Это полное раскаяние. Ну, возникают некоторые вопросы. Например, люди, которые знакомы с еврейскими праздниками, каждый год происходит этот процесс. Месяц Элуль, трубление в Шафар в синагоге, Ледовид, Мезмор, Ашему Рива Иши. Там читают некоторые Таилим. Да, то есть лично как бы начинают вводить людей в этот дух, в эту, так сказать, атмосферу раскаяния, чувы. И потом Роша Шана, Йом Один, День Суда, потом Десять Дни Мим Нураим и потом Йом Кипу. И, казалось бы, люди раскаялись. Но, так сказать, я могу пора сказать про себя. И я думаю, что я относится к большинству людей. И это люди не становятся идеальными. Значит, в чем-то они пытаются себя исправить. И потом снова, так сказать, они скатываются. В лучшем случае им удается в какое-то время продержаться. А потом они скатываются на, так сказать, базисный уровень. Или просто они очень хотят, но у них не получается. Так вопрос, имеют ли эти усилия смысл? Я вам приведу пример для людей, которые знакомы с еврейским законом. Залахой. Например, если вы пишете свиток Тора, сэфер Тора, да, и все, все, вы тяжело работали, все делали правильно. Где-то в последней главе, в последнем слове, неважно, где вы пропустили букву или слово или все. У вас этот свиток не кошерен. Его нужно исправлять. Нужно что-то переделывать. Но весь свиток не кошерен. То есть, вы не закончили, он не кошерен. Вы делаете тфелин. Вы делаете тфелин. И вы забыли в тфелине что-то там тоже слово, букву. Пороша это называется. Один из свитков. Несмотря на то, что все остальное сделало правильно, тфелин не кошерен. Вы делаете талит. Четырехугольную накидку, в которую прикручивают кисти. И одна из кистей не кошерная. Все не кошерное. Относится ли это к шуве или шува это, так сказать, хедуш. Или это, так сказать, всевышний смотрит на это по-другому. И даже если шува неполная, незаконченная и неполностью осуществленная, все равно в ней есть смысл. И это, я думаю, даже можно связать с нашей недельной главой. Главой шувтим. В конце недельной главы есть очень такая необычная заповедь Тора. Называется Игла Аруфа. Это 21 глава книги Дворим. Первый посуд. И я прочитаю по-русски несколько, так сказать, псуким. И потом я объясню, в чем связь. Если найден будет убитый на земле, который всесильный твой дает тебе во владение, лежащий в поле, и неизвестно кто убил его, то пусть выйдут старейшины твои и судьи твои, измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого, и город, который окажется ближайшим к убитому. Пусть старейшины этого города возьмут телицу, которая еще не работала, и которая не тянула еще ерма, и пусть отведут старейшины города эту телицу в долину скалистую, которая не обрабатывается и не засевается. Это очень интересно, я сейчас обращу на это внимание. И проломят там затылок телицы в долине. Очень странная церемония. Выглядит даже похоже на жертвоприношение. Наши мудрецы говорят, что это не жертва, ни в какую нельзя приносить такие жертвы. И есть три заповеди. Это красная корова, пара дума, это сарир ля-зазель, которого сталкивали со скалы, и игла руфа, которая похожа на жертвоприношение, но не жертвоприношение. И какой в этом во всем смысл в этой церемонии? И сказана такая вещь. И сказана такая вещь здесь. И все старейшины этого города, ближайшего к убитому, пусть омоют руки своей надтелицей с проломным затылком в долине. И возгласят и скажут. И вот это я немножко пропустил. Очень важно. И скажут, и возгласят и скажут, руки наши не проливали крови, и глаза наши не видели. И дальше сказано. Искупи народ свой. Два раза повторяется. Искупи. И будет искуплено. Искупи народ свой Израиль, который избавил. Ты не допусти, чтобы появилась кровь невинного среди народа твоего Израиля. И прощена будет эта кровь. Все не просят прощения. Это нечто вроде чувы. Теперь, как можно понять эту церемонию? Конечно, это то, что называется кзирата котов. Так написано в Туре. Но очень интересно. Равмидан обращает внимание, что сказано, не будет засеяно это место. Ло-изаре не будет засеяно в пассивной форме. И то же самое сказано Ло-изара про сдом. Сдом тоже не может. То место, где был сдом, тоже не может быть засеян. Это символизирует некий, так сказать, окончательный, бесповоротный ущерб, трагедию, которую нельзя вернуть. Человек умер, так сказать, убит. Его уже нельзя принести обратно к жизни. И это символизирует, может быть, незасеянное поле. Так если ситуацию нельзя улучшить, почему старейшины, как Гамара говорит, разве мы бы думали, что судьи, так сказать, убивают людей на дороге? Нет. Но они что-то не сделали, что привело к этой трагедии. Почему они говорят, прости нас, искупи? Почему они это говорят? Теперь, если, опять же, вы ходили на какие-то семинары или дети ходили в еврейские школы, то обычно приводится мнение и Вавилонского Талмуда, который говорит, что Ло и Раша это тоже здесь приводят, что они не проводили этого путника, не дали ему еды, питья, так сказать, не помогли ему. И поэтому он был убит, и поэтому, так сказать, в непрямой форме, как будто они его убили. Это совершенно, так сказать, одно из мнений. Это совершенно верно. Мораль говорит, что поэтому есть обычай. Я видел в Израиле людей, которые это делают. Провожать гостей Арба Амод 2 метра. Если это делают до выхода из дома, есть после выхода из дома, идут с ними 2 метра. И там он говорит, что это защищает путника. Как может защищать, что вы с ним пошли 2 метра? Потом он сел в машину или на автобус и уехал, вы его не видите. Как это защищает? Мораль говорит, что когда человек видит, что он не один, кто-то о нем заботится, кто-то с ним идет, это дает ему моральную поддержку. И, кроме того, так сказать, в духовном плане активируются духовные механизмы, скажем так, которые его защищают. Они это не сделали. Кроме того, по-простому они не дали ему еды, питья, они, так сказать, не помогли ему. Это первое мнение. Но Иерусалимский Тормуд, говорит Равируш, приводит другое мнение. Он говорит, что они не видели Лораину, мы не видели наши глаза, не видели убийцу. То есть мы не установили какую-то систему полиции, систему какого-то, то, что называется, Акифата Хог, соблюдение законов. И поэтому человек пострадал на дороге, потому что мы плохо исполняем свои обязанности, мы не защищаем людей. Это мнение Иерусалимского Тормуда. Но Раши в комментарии к Маре говорит еще очень интересное мнение. Он говорит, в чем была их вина, что они, как говорят мудрецы, не дали этому человеку еду и питье. И поэтому он пошел, так сказать, голодный и без защиты по этой дороге, без воды. И поэтому он, эта вот эта жертва, он напал на кого-то, пытался отнять у него еду и воду. Его убили в целях самозащиты. И поэтому эти судьи сделали из потенциально нормального человека преступника, и поэтому он погиб. И это может быть даже еще большая, так сказать, ответственность. И таким образом получается три сценария. Первое, они не сделали что-то хорошее, как в классическом объяснении, дали ему еду и питье. Или они не предотвратили что-то плохое, как они, например, как говорят Иерусалимские Тормуда, они не защитили его от убийцы. Или они потеряли время, и они изменили человека, да, из хорошего в плохого. То есть этот человек сам напал на кого-то. И все это нельзя исправить, потому что человек мертв. То есть произошло что-то, что непоправимо, да, как сказано, не будет засеяно. Почему же они просят, чтобы Всевышний это искупил? Казалось бы, если нельзя исправить это неполное раскаяние, да, потому что это между человеком и человеком, да, и уже исправить нельзя. И может быть, в этом есть некая модель раскаяния, которая неполная. Давайте посмотрим, есть ли смысл в неполном раскаянии, да. Первый, может быть, такой момент неполного раскаяния, это история с Каином. Помните, Каин, ему Всевышний сказал, на вы над, он будет двигаться с места на место. Но на иврите состоит из двух компонентов. На, это дословно двигаться, и над, это странствовать, как бы двойное наказание, чтобы это не значило. Но после этого столько сказано, что он ушел в эрец нод. То есть нод происходит от слова над, да, то есть странствие. Но первый компонент на, он пропал. И Медраж говорит, что Адам решен, первый человек, это был его отец, встретил Каина. И Каин ему сказал, что нитпашарти дословное, пошел на компромисс дословно на современном рите, нитпашарти имашем. То есть он, Каин, сделал какое-то раскаяние, которое было неполным. И Медраж даже говорит, что он даже был, как бы, нагол со Всевышним. Он сказал Всевышнему, ты мне дал злое начало, что ты от меня хочешь, да. У меня, я так сделал, что у меня есть злое начало, поэтому я с ними совладал, я кого-то убил. Это не моя проблема, как бы, это твоя проблема. Что является очень большой наглостью. Но его раскаяние было неполным. Но тем не менее, это в какой-то степени улучшило ситуацию Каина. Дальше, если вы посмотрите, когда мы будем читать главу Ваилех в конце книги Дворим. Рамбан, Нахманит, говорит, что когда евреи говорят, нет Всевышнего среди нас, когда их постигают бедствия. Несмотря на то, что они не исправляют свои поступки, это им в какой-то степени помогает. В Танахе есть несколько таких примеров. Я думаю, что наиболее, так сказать, сильный пример, это, помните, был такой царь Ахав. Мы его употребляли в Северном Царстве. Царь-идолопоклонник, у которого жена была Изевель. Она была нееврейкой, которая эффективно перешла в еврейство и насаждала культ Бааля, идола, которого звали Бааль. И его жена Изевель убила через лжесвидетелей, убила родственника Ахава, которого звали Наваль. И взяли у него поле. Нават, да, извините. И взяли у него поле. Незаконно. И Ахав не, видимо, или он в какой-то момент уже оснулся этим, хотя знал об этом, или, может быть, он вообще не, так сказать, знал все детали, как это поле было взято. И когда он узнал, что его родственника убили через лжесвидетелей, он надел вречище, то, что называется, по-русски, какую-то мешковину, и сидел, так сказать, в шоке какое-то время, потому что Хазаль называет Ихна, это Смолик Найошем. То есть он, так сказать, уменьшил свою гордыню, скажем, на какое-то время, не изменяя свое поведение. Он остался идолопоклонником, и после этого был идолопоклонником. И он, у него не было настоящая хорота, у него не было сожаления, у него не было видуй, он не сказал, что он сделал не так, у него не было кабалания леотид, у него не было принятия того, что он не будет так делать в будущем, он не пытался семье этого родственника Чичево компенсировать, он просто был в шоке. Он, так сказать, понял, что произошло что-то не так, он надел вречище, он, может быть, сказал, ой, что-то не так. Вот такая, может быть, в какой-то степени у него были то, что мы называем Гиргурэй Чува, то есть что-то он понял, что что-то не так. И тем не менее, это не было раскаянием, но мудрецы говорят, что полное наказание из-за этого было отсрочено ему на четыре поколения. И это яркий пример в Танахе, Танах показывает нам некий механизм духовных явлений, что даже неполное раскаяние имеет силу. И я бы хотел привести слова, которые были написаны в книге Бейт-Элуким. Это интересная книга, ее написал Хамабид. Хамабид Муше бен Юсеф Тирани, по-моему ее звали. Это известный очень раввин, который жил в Цфате в 16 веке, по-моему, написал эту книгу в 1580 году, по общему исчислению. И, во-первых, то, что меня потрясло, это насколько у него чистый, понятный нам иврит. То есть наш иврит, на котором мы говорим, он, видимо, очень похож на иврит, которым говорили и пользовались Цфате, в том числе иврит, которым пользовался Великий Ари и другие раввины Цфата. Как будто это написано там 10-20 лет назад. Почему именно так потрясло? Потому что я не могу читать книгу по-английски, написанную в 1580 году, хотя я думаю, что у меня неплохой английский. Даже по-русски я бы не уверен, что я ее понял. И даже если бы ее понял, она, скажем так, для меня была бы нерелевантна. Я помню те статьи, научные, по которым я учился 20 лет назад, даже писал, они уже нерелевантны сейчас. И вот, смотрите, книга написана в 1580 году. И тот, кто говорит, понимает разговорный иврит, прекрасно это понимает. Нужно выяснить, что происходит с человеком, который каждый год раскаивается. Это Бейте Луким Шарат Шува Перек Шиши, да, то есть Врата Раскаяния, шестая глава. И он задает такой вопрос, очень, казалось бы, практичный для нас всех, понятный. Он говорит, каждый год человек раскаивается, да, человек хочет соблюдать заповеду Торы. Или даже просто любой человек, даже человек, не получил еврейского образования, недостаточно знает про Тору. И он как бы не находится на уровне, что он как бы соблюдает заповеди Торы, скажем так, по стандарту, которым мы используем. Да, но он вот послушал урок, или вот сейчас такой месяц и луль, и он, у него пошел какие-то ирурим-чува, он сказал, да, действительно, вот что-то не хватает мне, да, вот я всю жизнь не был связан в рейсм, что-то мне не хватает. Или давайте я что-то сделаю, пойду в синагогу на Роша Шана на Йом-Кипур. Я буду, так сказать, есть более кошерную еду, даже, может быть, не в полной форме, или как-то, так сказать, не на очень высоком уровне кошеру. В любой форме, что бы это ни было, да. И так он делает каждый год, и потом, к сожалению, в чем-то он скатывается там, где он был. Или это может быть человек, который учит Тору, и там, так сказать, казалось бы, очень продвинутый. Но он понимает, что, например, иногда он говорит что-то, что может квалифицироваться как злоязычие, или как, то, что называется, Авакла Шонара, похоже на злоязычие. И он говорит, все, вот я выучил все эти законы, и все, я понял, насколько это важно, и я перестану говорить Лошонара. И так каждый год, и он продержался там раз, два, три, а потом его встретил там его, там, такой же, так сказать, хеврута, или там, с кем он учится, или даже тот, кто его учит, это бывает. Или он пошел в синагогу, и там был какой-то, то, что называется, в Америке, кидош-клаб, все выпили немножко шнапса после субботы, и там начали рассказывать про Хаймовича и Рабиновича, и он, так сказать, чувствовал себя, как он будет, что он там, святей Папы Римского, и над ним даже посмеялись. И он тоже начал про Хаймовича и Рабиновича, и он начал говорить Лошонара снова, в той или иной форме. Вопрос, то, что он делал, те усилия, которые он приложил, пошли на нет, или в них, понятно, что это не идеальный вариант, и лучше, так сказать, придержаться, но он не придержался. Вопрос, те усилия, которые он предложил, пошли на нет, или они имеют смысл? Это вопрос, который задает им обид. И он говорит такую вещь. И первое вот это его раскаяние, давайте возьмем пример Лошонара, да, человек старался, учил законы, пытался, и какое-то время не было Лошонара. Это, так сказать, имеет какой-то смысл, или это пошло на шмарку? И он говорит, смотрите, или мы скажем, может быть, это имеет смысл, и мы скажем, смотрите, давайте посмотрим результат, человек вернулся, к сожалению, к неправильному поведению. Например, рассказывает Лошонара, или, например, на каком-то уровне снова начал есть не очень кошерную еду. Например, на любом уровне, я просто хочу показать, что это может быть на любом уровне. Вот все, что он делал до этого, имеет смысл? Или так как результат, что ничего не изменилось, то, соответственно, как мы сказали, протолит, если одна кисть некошерная, или тфилин, одна пороша некошерная, или сефертора, одна буква некошерная, все некошерное, все, значит, не получилось. Может быть, хорошо он пытался, но не получилось, значит, он, так сказать, как минимум в нулевом варианте, если не хуже. И он говорит, что так, мне кажется, из высказываний мудрецов, и действительно есть много таких высказываний мудрецов, что если человек действительно раскаялся в том, что он делает, то очень важно, гамар бы либо он искренне. Теперь, так сказать, если люди хотят устроить представление, сказать, что давайте, я все равно знаю, что я не очень, не верю, и потом все равно буду это делать, ну, я, так сказать, сделаю какое-то шоу, представление. Это точно не работает, да, это полная профанация. Но человек, гамар бы либо, он действительно искренне хотел исправиться. Хашем гидбарах маавир хата а хатато бичувазу. И он говорит потрясающую вещь. Всевышний прощает ему эти грехи. Твима харка хузер лахто ецарараху шепитауто михадаш лахзор лима шехата. И если он снова начинает делать что-то плохое, это уже новая, так сказать, история, новое дело на него завели. Это ецарара, его, так сказать, снова питау соблазнил его, он делает плохие вещи. И предыдущие грехи не появляются слова. Знаете, есть такое понятие хамец хузер вани ур им айн. Если может ли хамец как бы снова стать заметным в смеси, проявиться. То есть хамец символизирует зло и начало, очень интересно. Но он говорит, нет, нет, все, на что это похоже. Человек в нашем примере пытался не, учил законы, пытался не говорить ла шо на ра. И два раза, есть мнение, там, по Рамбову, может, даже один раз, потому что он говорит, что тот, кто один раз это сделал уже бать шува. Но по мнению Хазаль, может быть, перед Рамбовым была другая редакция Талмуда. Но Раби-Уда, по-моему, говорит два разочек. Вот два разочек продержался. Это автоматически контроль аль-делит удаляет его предыдущие проблемы до этого времени. И плюс дает ему митсву, то, что он сделал шуву. То, что потом, через день, через два, он может снова начать делать те же вещи, это уже новая история, так сказать, подхимтик хадаш, то, что называется. Это неправильно. Но то, что было до этого, его шува сработала. Это первый вариант. Это была полная шува, она сработала. И то, что происходит потом, это уже новая история. Как он говорит, шинит батлу, бать шува, кудемит. То есть предыдущие его проблемы были нулифицированы. И то же самое, я не буду входить, так сказать, в долгие цитаты. Если человек сделал неполное раскаяние, то есть это вариант, что он сделал полное, а потом, так сказать, снова совершил ошибку. Но он мог сделать неполное раскаяние. Или это были просто мысли без всех элементов. Или в любой неполное, ненадолго, в любой форме. Это все равно, в этом есть смысл. И это все равно человек получает, так сказать, большую награду. И я только хочу привести пример, провести то, что говорит Виленский Гаон в комментарии к Мишлей. Он приводит такое мнение. Он говорит, что есть разные формы отрицания Всевышнего. Одна форма, я так немножко утрирую, это классический атеизм, скажем так. Но есть другая форма. Это когда люди, казалось бы, очень, так сказать, как бы мы сказали, религиозные. И, так сказать, казалось бы, верят во Всевышнего. Но они представляют его, так сказать, в карикатурной форме. Но одна из этих карикатурных форм, это, знаете, так сказать, Леавдиль. У, так сказать, в древнегреческих и римских мифов был вот такой Зевс или кто-то, так сказать, какое-то божество, которое ехало там на тучи или там на чем-то таком и стреляло молнией по, так сказать, простым смертным, которые не могли от этого укрыться. То есть, это, так сказать, очень такая нелюбящая, такая, так сказать, я бы сказал, жестокая, такая очень наказывающее представление, которое было у язычников. Так язычники видели своих богов. И поэтому прах на наши уста представлять Всевышнего в такой форме. Да, есть наказание, есть награда, есть наказание. Но когда, так сказать, людей пугают вещами, которые им не помогают, и они не понимают, иногда это крайне разрушительно. И это похоже на то, что делали язычники. Это то, что говорит Виленский Гаон. Я просто хочу вам это подчеркнуть. Проверьте. В Торе, это, кстати, мы читали не так давно, сказано в Ха, Всевышний любит тебя. Да, это большой хидуш, потому что у язычников не могло быть и представления, что какой-то, так сказать, какой-то дейти, так сказать, какая-то, так сказать, божество может любить человека. Например, если бы я вам сказал, что есть какая-то сила гравитации, у меня есть с ней завет, и сила гравитации меня любит, меня бы отправили в психушку. Так на это смотрели язычники, потому что они смотрели на это все, как какие-то безличные силы. Так сказать, хидуш, то новое, что говорит Торе, говорит Тана, что Всевышний нас любит. Всевышний поместил нас в ту ситуацию, в которой мы находимся. Он прекрасно о ней знает. И поэтому он ждет от нас то, что мы можем сделать. Да, и он хочет от нас, чтобы мы были лучшей формой того, кем мы можем быть. И в каждом у нас есть большой потенциал. И поэтому, я не устаю повторять, что Рабин Ахман говорит, что есть проблема у людей, что они не понимают Всевышнего и не доверяют Всевышнему в полной форме. Но есть еще большая проблема, что они не понимают и не доверяют себе. Они понимают, насколько они важны, что они могут сделать. И даже если это не идеально, даже если это не полно, это имеет большое значение. Конечно, идеально и полно, это всегда лучше, нужно к этому стремиться. Но идеально и полно не идентично для каждого отдельного человека, потому что все измеряется по времени, по ситуации и по месту. Адам Азману Мако, как говорит Талмуд. И я хочу только повести еще одну, так сказать, идею для людей, которые знают Майманида Рамбама. Что, казалось бы, Рамбам противоречит, казалось бы, себе. Там, где он говорит, кто такой Баальт Шува. И противоречит тому, что я сказал, потому что он говорит, что Шува работает Ракки, Имба, Альта, Лумот, Юдэш, Илояк, Зор, Отцов, Ямав. Что только если Всевышний знает, что человек больше не совершит этот грех, то тогда это настоящий Шува, что очень сложно достичь. И, может быть, тогда очень редкие люди этого достигают. Но есть книга, по-моему, такая называется Кохвей Ор. Это ученик Рава Салантера. Он говорит, что люди не понимают Рамбова. Речь не идет о том, что Всевышний знает, потому что он знает будущее, что человек никогда не согрешит тогда этот Шува. Нет. Речь идет о том, что человек знает то, что говорит Бейт и Луким, Мабит. Это точно то, что он говорит, что человек гомар бы либо. Что в данный момент человек в своем сердце решил, что он больше никогда не хочет совершать этот поступок. Даже если в будущем он оступится. В данный момент он так решил. И так Всевышний Бааль Тулумот. Поэтому это, так сказать, тот, кто знает скрытое, это знает этот Шува. Если вы подумаете, все очень многие законы, связанные с тем, что как мы должны видеть себя праведниками в Роша Шана, и как мы должны устражать в 10 иметь Шува, даже если потом мы снимаем эти устражения, и т.д. И тогда очень много законов этого периода связано с этой глубокой идеей. И поэтому я желаю вам оптимизма. Я желаю вам быть лучшей формой, лучшим вариантом вас, тем, кем вы лично можете быть в этот период. И все в соответствии со временем, с ситуацией и с местом. Всего самого хорошего.